Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и в Ритме Страсти. Сезон второй, серия десятая. Финал сезона, друзья. Я так переживаю, зная сценаристку этой истории. Нас явно ждет немало стекла и слез. Ну что, играть? Глава десятая. Долгожданный финал. Ух ты, какая она хорошенькая. Мы только вошли сюда, а вы уже хотите смести весь стол? Не знаю, мне кажется, он так глупо выглядит в этом костюме. Еще эта кепка. Так, дыши, Алиса, дыши. Прости, да, конечно, это очень хорошее решение перед выступлением нажраться. Но вы даете, ребята. Мы проголодались. Не забивайте сильно желудок, хорошо? А ты куда? Прическу поправить. Скучать не будем. Будем лопать. В этот раз команда приехала раньше всех, поэтому еще оставалось достаточно времени, чтобы подготовиться. Мишель вошла в одну из приоткрытых дверей. Бонжур. Ох, простите, не туда. Туда, туда. Я вас давно жду. Эм... Вам же нужна прическа? Нужна, но я думала, что сама. Сами? Вы что? Я для этого сюда и пришла. Стилист ловко усадила девушку в кресло и принялась рассматривать ее волосы. Так, так, у меня уже есть пару вариантов, как исправить это недоразумение. Слышь, у меня классная прическа, недоразумение. Не, да что? Давайте выберем вместе. Давайте, давай. Это она еще мою прическу называла недоразумением. Но давайте учитывать наше платье. Это, конечно, мощный хвост. Или что это? Перо павлина такое из волос, да? Креативный хвост. Давайте дальше. Кудрявое безумие. Обалденно. Очень ярко. Вот она на какую-то лесу похожа, я не знаю. И объемное гофре. И все? А, ну тут даже думать нечего. Берем. Поколдовав над хореографом какое-то время, стилистка подняла руки и восхитилась своей работой. Вуаля. Мишель открыла глаза. Мишель открыла глаза и взглянула на себя в зеркало. Прекрасно. Видишь, она тебе еще и волосы нарастила. Она посмотрела на время и, резко вскочив, поблагодарила девушку. Вам спасибо. Давно у меня не было таких послушных волос. А говорила недоразумение. Дверь внезапно распахнулась. Ну что, готовы? Да. Сравнить эту Изабель и нашу Мишель. Изабель, тебе даже этот цветочек в волосах не поможет. Какого ты здесь забыла, американка? Я уже ухожу. Как и я. Мое время истекло. Чего? Но это я вас нанимала. Правда? Ох, какое недоразумение. Взгляните на время. Вы считаете, что я бы ждала вас столько времени? Мишель бочком выскользнула обратно в коридор. Фортанула, да? Это американская стерва. Неудобно как-то. Хотя ее шалевшее лицо стоило того. Ты чего так долго? Ох, клевая прическа. Долгая история, но кажется, я украла у Изабель ее стилистку. Хах, да ну. Мишель заметила, что людей стало значительно больше. Меня тоже начинают нервишки шалить. Уже все подъехали. Хм, взглянуть на другую команду. Мишель посмотрела на третью команду, которая прошла в финал. Заметила, как они безумно нервничают и держатся вместе, пытаясь успокоиться. Хм. Я вспоминаю нас. Ты о чем? Мы были такими же в Сан-Франциско. Это было для нас в новинку. Помните, как каждый раз мы с трепетом дожидались начала и конца? Эх, забавное было время. Думаешь, это для них в новинку? Кто знает, но им это важно, безусловно. Но Зайка тут для всех это важно, абсолютно для каждого участника. Они сильные. Они не боятся сердец. Гляди, даже не смотрят на них. Волнуются, но не боятся. Снаружи уже собралась огромная толпа зрителей финала. Их крики и возгласы доносились до команд. Вы слышите? Торнадо Бойс. Мы любим вас. Отлично. Они знают о нас, Мишель. Еще не все потеряно. Европа нас полюбила. Мишель устала, улыбалась, но чувство облегчения было недолгим. Сердечки пришли. Ух. Идем поближе. Я хочу взглянуть, сколько места на сцене. Ребята подошли почти вплотную ко входу, но им помешали пройти дальше. Вы кто такие? Ну, начинается. Эмм, одна из команд. Американцы? Ну да, что есть проблема. Охранник что-то пробубнил в рацию, и через несколько секунд к ним подошло еще несколько громил. Что происходит? Вы проводите... Чего? Вы проводите их отсюда. Что? Почему? Ребята едва удержались на ногах, когда остальные лопищи охранников сомкнулись на их запястьях. Так, смотрю, все команды на месте. А что это за красотка такая? Обалдеть. Мишель, это одна из организаторов конкурса. Огненные фениксы, вы выходите через пять минут, после вас идут ледяные сердца. Подождите, мы тоже участвуем, а нас хотят убрать отсюда. Это ошибка какая-то. Вы? А вы Торнадо Бойс? Вы дисквалифицированы. Вас должны были оповестить об этом еще с утра. Чего? Что? Вау, а карма все-таки существует. Изабель. Отпустите их ненадолго. Секьюрити отпустили танцоров и отошли на небольшое расстояние. Погодите, вы несете чушь. Как нас можно убрать с конкурса прямо перед финалом? Это бред, у вас нет никаких оснований. Неужели? Причина есть, и не одна. Накрутка голосов на вашем официальном сайте. Чушь, мы этим не занимались. У нас есть доказательства. Далее неявка на задание от организаторов. Наплевательское отношение. Мишель схватилась за голову, как никогда желая провалиться сквозь землю. Какая накрутка. Так значит, мне только двоих объявлять? Да, и тебе уже пора. Мишель проводила взглядом ведущего, который объявил финал конкурса открытым и предупредил зрителей об участии лишь двух команд. Прошу прощения, но нужно было думать перед тем, как делать такие вещи. Фанатам новости пришлись не по вкусу. Мы требуем их назад. Почему они не будут участвовать? Вот черт. Народ ждет нас. Мы должны выйти. Вы уже ничего и никому не должны. А для ваших фанатов... Будет предупреждение от ведущего. Если они не успокоятся, то мы перенесем финальный этап. Какая-то она очень подозрительная. И судя по тому, что они затихли, это сработало. Зачем вы это делаете? На сцену со своим выступлением вышли огненные фениксы. Мишель, что-то случилось? Девушка даже и не заметила появления младшей сестры. Молли, ты же должна была сидеть в комнате отдыха. Да, там был телевизор и прямой эфир. Ведущий сказал, что вы не выступаете. Почему? Не переживай. Мишель, хватит говорить со мной, как с маленькой. Я выросла. К сожалению, ты права, Молли. Ты выросла слишком рано. Что такое? Что сделать? Расплакаться. Мишель упала на колени перед сестрой и, крепко обняв ее, не смогла сдержать слез. У нас проблемы, малышка. Мы не сможем выступить, нас не пускают. Мы ждем нашего продюсера, но он вряд ли что-то исправит. Молли обняла сестру и погладила ее по голове. Когда я была маленькой, ты всегда меня учила не останавливаться ни перед чем. Ты научила меня быть сильной. Хотя я слабачка, как их поискать. Ты сильная, Мишель. Сейчас ты должна встать и сделать все возможное, чтобы станцевать там. Мишель пристально взглянула на свою младшую сестру. Прости меня. За что? За то, что так рано забрала у тебя детство. Но ты не... Обещаю, я это исправлю. А пока... Мишель встала и, поцеловав Молли в макушку, направилась к своим ребятам. Так, мне нравится ее решительность. В этот момент первая команда закончила свое выступление. Ледяные сердца уже готовились к выходу. Доброго дня, ребята. Густав, у нас проблемы. Я в курсе. Чего ты такой довольный? Густав ослепительно улыбнулся и приобнял девушку-организатора за талию. Неужели он таки предатель? Какого? Тссс. Как же так? Столько натворили, а теперь не хотите нести за это ответственность? Ох ты, скотина. Попрошу без ругательств. Я ни в чем не виноват. Мне просто предложили кругленькую сумму за вас. Блин, ну... Я понимаю, что это было слишком очевидно, но я так хотела верить, что он классный. Блин, ну... Противно как-то. Ничего личного. Мы думали, вы хотите помочь нам. Я и помог. Помог вам уехать к себе назад в Америку сейчас, а не потом. Густав подошел к хореографу и приобнял ее за плечо. Вы так податливо слушались и надеялись, что одержите победу. Она со злостью страхнула его ладонь. Девушка пыталась сморгнуть на бежавшие слезы. Как ты мог? У вас замечательный хореограф, парни. Блин, он, наверное, сейчас расскажет. Хорошо, что у меня уже нет отношений с Джастином. Жесть. Но ты скотина, Густав. Она прекрасно владеет своим телом. К счастью, они не поняли намека продюсера. Не бойся. Я же обещал, что никто не узнает. Как ты профессионально раздвигала. Сокрой рот. Девушка отошла к друзьям, а Густав вернулся к своей пассии. Это вы все сделали, верно? Все это то, за что вас убрали? Да, я. А это с вами заодно. Простите, но здесь никто не любит американцев. В это время на сцену уже выходили всеми любимые ледяные сердца. Вот наши победители. Настоящие танцоры. Заиграла музыка, что значило, что их выступление уже началось. Видимо, это конец. Прости меня. Я не думал, что так получится. Он говорит о Густаве. Лапулечка, ты наша! Давай, помогай, тут такое творится! В следующий раз будешь думать, малыш Джастин. Это он у Сашки научился, да? Малыш Джастин. Всем привет. Мишель обернулась и увидела идущих к ним ребят. Хиру, ты нас всех напугал своим уходом. Брэндон, боже, как мы рады вас видеть. Брэндон, вы знакомы? Что происходит? То, чего ты меньше всего ожидал. Дамы и господа, вы готовы к шоу? Охрана! Несколько громил подскочили к команде и заломили им руки. Вы проводите их отсюда, немедленно! Ты думаешь, тебе это сойдет с рук? Брэндон свистнул, и магическим образом музыка остановилась. Ух, какого хрена? Где операторы? Не стоит, Блонди. Они все равно не послушают. Так, может, это он с ней был в машине тогда? Сейчас все зрители увидят на экранах правду. Ну... Так, конечно, выглянуть на сцену. Спрашивайте. Мишель вырвалась из лап громил и побежала ко входу на сцену, чтобы понять, что эти двое задумали. Взглянув на огромный экран, девушка заметила на нем Брэндона вместе с организатором. Ух ты! Ну она, ну реально, безумно красивая, конечно. И формы у нее такие. Эти недели были просто незабываемыми. Ух ты! Джинтики новые! Я знал, что тебе понравится. Откуда ты такой взялся? Ты сама меня нашла в том баре. Мишель вслушивалась в запись, на которой был обычный разговор. Но тут она услышала следующие слова. И как ты думаешь, кто выиграет? Ледяные сердца, конечно. Что за вопросы? Эх, ты другим даже и шанса не даешь. А у них его и не было. О чем ты? Извини, но это конфиденциальная информация. Брось, ты же знаешь, что я любопытный. Парень обнял девушку и опустился к ее шее. К тому же заставлять я умею. Ох, я знаю. В общем, у меня задание сделать все, чтобы не выиграли эти американцы. Это будет огромной проблемой, если чужие заберут то, что по праву принадлежит нам. И как ты хочешь это сделать? Может тебе чем-то помочь? Я уже сделала. Подключила человека, который втерся им в доверие. Он делает основную работу. Наняла людей, которые подкручивают голоса за них. Мишель слушала список всего того, что помешало им пройти финал. Ах, ты негодяйка. Накажешь меня? Еще как. Тут запись оборвалась, и Мишель вернулась к своей команде. Он помог нам. И это увидели все. Тварь! А в постели ты так не говорила. Ты все испортил. Блин, капец. Ледяные сердца в недоумении ушли со сцены, так и не закончив танец. Нас теперь уберут, да? Еще неизвестно. Мы же не знали об этом. Мишель заметила, как они злобно посмотрели в сторону Хиру. Шарлотта, Шарлотта, вот ты где. Боже. Да, месье Ромо. Для начала отпустите команду. Громилы, увидев мужчину, немедленно выполнили его приказ. Я верил в то, что ты станешь достойным помощником. А ты опозорила все то, что я продумывал и создавал годами. Прочь с глаз долой. С тобой я потом разберусь. Организатор в слезах выбежала. Проследите, чтобы она не сбежала. Охранник кивнул и пошел за девушкой. Месье подошел к команде. Ох, мои глубочайшие извинения. Я даже не представлял, что происходило за моей спиной все это время. Был приступно слеп. А вы? Я основатель этого конкурса. Оу. Ваша команда не дисквалифицирована. Вы сможете выступить и принять полноценное участие в финале. А, месье. Так. Обниму его. Мишель не смогла сдержать свои эмоции и бросилась в объятия Ромо. Ох, ну что вы. Я не знаю, как вас благодарить. Полно, мадемаузель. Отблагодарите вашим танцем на сцене. Мишель неосознанно чмокнула Ромо в щеку, чем приятно смутила его. Фух. Да, вы правы. Ну что, парни, готовы? Конечно. Удачи вам. Мы за вас болеем. Мишель вместе с ребятами вышла на сцену, где их появление с нетерпением ждала целая толпа. Не верится, что мы здесь. Это все благодаря тебе. Мишель с улыбкой взглянула на парня. Зазвучала музыка. Мишель вышла в центр сцены. Готовы? Парни окружили ее и аккуратно подбросили девушку ввысь. Ух ты! Как мило! Ой, не могу прям. Она сделала пируэт в воздухе и приземлилась прямиком в руки друзей. Их танец, как всегда, был незабываемым. Со своими фишками, эмоциями и историей. И девушка в этой истории играла главную роль. Заканчиваем. Парни опустились... Сколько... Сколько фанатов! Девятьсот девяносто тысяч! Фух! Просто рука-лицо! Девятьсот девяносто тысяч! Я офонарила, когда мне дали сто тысяч за выступление с Бенни Бартом. Я в шоке! Я надеюсь, мы стопудово выиграем. Фух! Сердечко-то стучит. Парни опустились перед ней на колени. А она стояла с поднятой рукой, будто взошла на пьедестал. Ни секунды не жалею, что решила участвовать с ними. Народ был просто в восторге. Главное, чтоб она не грохнулась. Все пятеро танцоров чуть ли не подпрыгивали от переполнявших их эмоций. Да! Молли подбежала к сестре. Это так круто! Все благодаря тебе! Да, она реально ее вдохновила и поддержала. Парни набросились на девушку с объятиями. Хиро, Брэндон, идите к нам! Хиро с радостью кинулся к ним, а Брэндон закатил глаза, но все-таки присоединился к групповым обнимашкам. Даже не знаю, что сказать, Брэндон. И не нужно. Я дерьмово поступил с вами. Нет, я понимаю тебя. Прости за ту ситуацию с Академией. Думаю, мы квиты. Брэндон хмыкнул и протянул Джастину руку. Сколько я этого ждала, чтобы ребята помирились! Фух! Мир. Мир. Хиро, а почему ты ушел из ледяных сердец? Если вкратце, я вовсе не собирался уходить, пока не встретил Брэндона. Он мне описал всю ситуацию, и я немного помог ему. Доносил информацию, собирал доказательства и в нужный момент ушел, но это им не помешало. Так вы были заодно? Типа того. Тише вы! Сейчас будет подсчет голосов! Все поспешили как можно ближе к сцене, чтобы посмотреть, что там происходит. Ребята, слушайте! Путь страсти. Сегодня мы стали свидетелями трех сногсшибательных выступлений. Однако лишь одно из них было по-настоящему красивым и запоминающимся. Признаюсь, я даже глаз оторвать не мог от такого мастерства. За самый грациозный танец мы награждаем команду Торнадо Бойс. Они действительно этого заслуживают. А теперь перейдем к самой интересной части. Команды, попрошу вас выйти на сцену. Так, нам дали за грациозный, а дальше? Ребята послушно встали по левую сторону сцены. Ледяные сердца заняли середину. А другая команда правый фланг. Как на войне. Левый фланг, правый фланг. Пожалуй, начнем с бронзы. Третье место. По результатам судейского и зрительского голосования, его занимает команда... Это не мы. Это не можем быть мы. Огненные фениксы. Ну, нормалек. Фух. Есть шанс. Есть надежда. Не буду вас долго томить. Серебро. Второе место занимает команда... Там-дара-дам-дара-дам. Ну же! Путь высокой популярности. Это обнадеживает. Занимает весьма популярная команда. Ну? И это... У меня даже игра подвисает. Ледяные сердца. Стоп. Что? Боже, неужели? А это значит, что золото получает команда Торнадо Бойс. Круто! Мы побеждаем уже в который раз. Я даже не посмотрела на лицо Джастина. Это он так радуется. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ух. Так, где там моя валерьянка? Хе-хе-хе. Да. Хе-хе-хе. Парни подняли девушку на плечи и хором завопили. Ура! Зрители восторженно аплодировали, как и команды соперников. Не считая Изабель, конечно. Фух. После вручения наград и небольшой фотосессии команды наконец разошлись. Ребята, вы молодцы. Я верил в вас с самого начала. Я в шоке до сих пор. И что теперь дальше? Какой хороший вопрос. А дальше мы летим в Азию. В Азию? Класс! Что? На следующий конкурс. Нам сказал ведущий, когда мы спускались со сцены. Хиру, Брэндон, вы с нами? С удовольствием. Я, пожалуй, откажусь. У меня есть дела в Европе. Есть тут небольшой бизнес от отца. Нужно им немного заняться. Заслуженной победой вас. Хм, спасибо. Эти двое протянули друг другу руки. Хиру, я не знаю многих деталей, но я так понял. Ты пытался защитить своих друзей, поэтому я не злюсь. Я знаю. Орландо, какие дальнейшие планы? Полетим с командой в Южную Америку. И что там? Там жизнь, парень. Нам нужно отдохнуть, а после нас ждет очередной конкурс. Мишель, ты как? Ммм. Да, все хорошо. Я рада, что мы наконец подошли к концу. Это был долгий путь, но мы смогли пройти его с достоинством. Мишель, ты права. Невероятное европейское путешествие. Ох, я до сих пор в шоке. У меня тоже есть заявление. Ребята разом навострили уши. Я благодарна всему, что помогло мне сойтись с этой командой. Это было тяжело, но в то же время прекрасно. Так, Мишель, ты что задумала? Но всему приходит конец. Ты о чем? Мишель подозвала к себе сестру и ласково обняла ее. Я ухожу и возвращаюсь с Молли в Сан-Франциско. Как так может быть? Сценаристка говорила, что Мишель никогда не бросит свою команду. Может имелось в виду в этом сезоне? Я хочу быть рядом с сестрой и наконец заняться своей студией. У меня тоже челюсть упала, ребята. Несколько дней спустя. Ну как так можно делать? Такая эйфория, победа, а теперь так грустно. Вот такие какие-то эмоциональные качели. Я буду скучать. Мы тоже, принцесса. Обещай, что будешь с нами на связи. Обещаю. Молли, подожди минутку с мальчиками, я сейчас. Хиро, человек, который никогда не унывал, в этот день выглядел нехарактерно печально. Хиро, ну ты чего? Мы так мало времени провели вместе. Ну реально, она еще спрашивает, Хиро, ты чего? Они один раз переспали, объявили ребятам, что у них серьезные отношения. И что в итоге? Хиро, ну ты там лети с ребятами на другие конкурсы. А, я к себе домой. Все отлично. Хиро, ты чего, расстроился что ли? Надеялся, после конкурса успеем наверстать. Может, он вообще ради нее и согласился вернуться в команду. Мы все успеем. Вы же не навсегда уезжаете. Но весьма на длительный срок. Так, а ну... Мишель крепко обняла его и положила голову ему на грудь. Время быстро пройдет, а расстояние не помеха. Все-таки 21 век на дворе, будем созваниваться. Хиро взглянул на девушку и легко коснулся губами ее щеки. Она прильнула к нему и поцеловала. Будет не хватать твоей настойчивости. Будет не хватать твоей нежности. Эх, ребята. Вы же знаете, что мне вас будет не хватать. Я люблю вас. Каждого из вас, потому что вы стали для меня семьей. Люблю каждого со своими достоинствами и недостатками. И мне очень тяжело вас отпускать. Мы будем писать тебе. И звонить. Главное, и вы, смоли, нас не забывайте. Будем ждать от вас фотографий. Мишель услышала объявление о посадке на рейс в Сан-Франциско. Мишель, нам пора. Да, пора. Парни еще раз обняли хореографа. Они старались не показывать виду, но девушка почувствовала, что их лица мокры от слез. Отстранившись, она взяла Моли за руку и помахала им. Пока они с сестрой шли к стойке регистрации, Мишель прокручивала в голове воспоминания. Чем могу помочь? Мы, наверное, рано пришли и просто боялись опоздать. Стань нашим хореографом. Помоги выиграть конкурс. Мишель, мы хотим выиграть огромный денежный приз и разделить его между собой. Но нам нужен хороший хореограф, чтобы одержать победу. Если... если ваше предложение еще в силе, то я согласна. Не хочешь присоединиться к нам? Как раз все обсудим и отдохнем. Ладно, напомню. Школьная пора, уроки хореографии, тренировки ночью в спортзале. Боже мой, Чарльз! Ребят, ну вы идете? Мы готовимся перед тем, как спуститься с этой длиннющей лестницы. Да, мы уже устали лишь от одного взгляда на нее. Да вы пьяны. Так бы уже давно начали. Вообще-то я пришла даже раньше назначенного времени. Мне не нравится, что наша Мишель в одном и том же. А ничего, что мы уже час тут торчим. А ничего, что тебя не просили приходить заранее. Ну что ж, я очень рада, что ты пришел к нам. А я как рад, что увидел это объявление. Что это? Мы будем делать тату. Сюрприз. Я хочу поздравить тебя и твою команду. Вы отлично справились. Спасибо, Клэр. Вы тоже покорили весь зал. Я уверена в этом. Неплохо, но над техникой еще стоит поработать. Господи, ты напугал меня. Прости, не хотел. Но за смелый танец в общественном месте тебе пятерка. Команда Торнадо Бойс. А этот момент я помню. Победа в первом нашем конкурсе. Да, мы сделали это. Доброй ночи, Орландо. Знаешь, многие девушки убили бы за то, чтобы я просто посидел рядом с ними. Как хорошо, что я не вхожу в их список. Познакомься с нашим новым другом. Густав, покажись. Добрый вечер. Не хотел его сейчас видеть, конечно. Они просто не знают, что существует команда, которая танцует лучше. Скоро узнают. Ах, так. Так, давай здесь и сейчас разберемся. Фристайл. Она у вас всегда так? В последнее время очень часто. Но мы привыкаем. Мишель, подожди нас! Мишель, стой! Девушка обернулась на крик, но свет фара слепил ее. Итак, Джастин, Карлос, Кристиан, Джозеф и Мишель. О вас мы многое узнали из ваших анкет на официальном сайте. Но хотим копнуть немного глубже. Пора отдыхать. Джозеф, Кристиан и Карлос подбежали к девушке и бросили ее в бассейн. Это невозможно забыть. Что? А, нет, ничего, Молли. Теперь все изменится. Это новое начало. Почему так грустно? Так, сколько у меня в итоге? Миллион двести шестьдесят две тысячи фанатов. И победа в кармане. Правда, никакого кубка нам не показали. Плохо показали бы ваш кубок. Тем более, мы выиграли целых два за самый грациозный, по-моему. А также победа в конкурсе. И наверняка кучу баблишечка. У меня сейчас очень смешанные чувства в конце. Потому что вот эта радость от победы очень сильно перебила вот эта грусть расставания. Прям очень сильно. Ну, это как конец целой эпохи. Это же все-таки история про команду. Я вообще в шоке. А что же будет дальше? История только про одну Мишель. Либо она найдет какую-то другую команду. Это настолько необычный поворот сюжета. У меня даже мысли не было, что она захочет бросить ребят. Надеюсь, это временно. Может, пройдет время, и они такие... Хоп, Мишеля, давай снова будем танцевать. Хорошо, что у нас есть в запасе следующая серия. Там уже будет ясно, что и как в каком направлении будет развиваться третий сезон. Ну, и мои догадки подтвердились. Брэндон таки был в связи с Хиру. И они именно хотели помочь ребятам победить. Хотя, конечно, я ожидала более чего-то мощного, грубого. Что они хотят подставить именно ледяных сердец. Я думала, что они тоже как-то пострадают более глобально. Что месть была кому-то еще. Ну, мы же знаем Брэндона. У него могут быть какие-то тайные делишки. Но хорошо то, что хорошо кончается. Плейлист этой истории вы найдете в описании под видео. И спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok